В полночь Ирану снова запретили пользоваться американским долларом, основной валютой международных сделок. Президент США грозит, эти санкции станут самыми серьезными в истории, а в ноябре к ним добавится еще один пакет. Ирану запретят совершать сделки с нефтью. По сути, это восстановление ограничений, которые сняли три года назад после заключения ядерной сделки с властями Ирана. В то же время Дональд Трамп предложил иранским лидерам встретиться. Они энтузиазма не разделяют. Трамп и его правительство отказались от переговоров и повернулись к дипломатии спиной. Действия Трампа направлены против иранского народа и национальных интересов Ирана. Мы готовы к дипломатии, если она будет честной. Ядерную сделку с Ираном ведущие мировые державы заключили в 2015-м. Тегеран отказался от разработки ядерного оружия в обмен на снятие части санкций. От США сделку подписал Барак Обама. Его преемник разорвал соглашение в мае. Я вывел США из ужасной односторонней ядерной сделки по Ирану. Иран уже не та страна. Это я могу сказать. Посмотрим, что будет дальше. Но мы готовы заключить настоящее соглашение, а не ужасное, как это сделала предыдущая администрация. Решением США недоволен Евросоюз. Он, в свою очередь, ввел в действие закон, позволяющий обходить американские санкции. Его приняли еще в 96-м, чтобы защитить интересы европейских компаний на Кубе. Но тогда ни разу не применили. Вступает в силу обновленный блокирующий регламент Евросоюза. Он должен защитить европейские компании, ведущие легальный бизнес в Иране, от американских санкций. Европейские компании начали открывать филиалы в Иране вскоре после подписания ядерной сделки, чтобы отвоевать долю на новом рынке. Иран вернулся к обогащению урана, когда США объявили о выходе из соглашения.